Ребята, всем привет! Сегодня я с Марго, соведущей подкаста Элина Марго. Марго моя подруга, с которой мы знакомы не так давно, кстати, пару лет. Два года, мне кажется, да. Историю нашего знакомства вы можете также послушать в первом эпизоде подкаста, а мы сегодня в этом видео просто будем рассуждать про лидерсип, про менторство, про коучинг, про то, почему сегодня многие молодые люди не понимают, чем они хотят заниматься и как с этим вообще жить, и что с этим делать. Так что вот сейчас вас будет ждать такая нарезка нашего диалога. У себя на канале, ну, часто какие-то даю не советы, я не люблю слово советы, но, наверное, делюсь своим опытом, как работают компании, в которых работаю я. И периодически приходит комментарий о том, что всё это, все эти советы, это похоже на какие-то утопические рекомендации, что в реальных компаниях, ну, такого нету, что, там, я не знаю, в каком-нибудь российском городе, например, потому что у меня очень много зрителей из России, они пишут, что у нас в компании это невозможно, этого никогда не будет. И вот то, что ты тут нам рассказываешь, ну, это выглядит как какой-то гламурной картинкой, абсолютно неестественно, но я не знаю, мне всё равно кажется, что всё зависит, во-первых, конечно же, от корпоративной культуры изначально, и если, да, есть масса компаний, в которых просто, наверное, нету вообще шансов что-то изменить, проще закрыть компанию, чем построить внутри какие-то нормальные условия человеческие. Но в то же время, если лидеры как раз будут задумываться о том, что вообще-то нужно что-то менять, и если сотрудники будут готовы идти на эти изменения, в том числе, потому что важно, чтобы и сотрудники были открыты к изменениям, и в компании были открыты, готовы что-то менять. Знаешь, я часто ещё встречаю такую ситуацию, когда сотрудники в таком mindspace, где они готовы что-то менять, они видят, что есть ошибки какие-то, или, ну, не то, что ошибки, а есть зоны роста. Но начальство как бы не реагирует на это, потому что они в своей плоскости в какой-то живут, и мне тогда кажется, нужно очень помнить, что сейчас это так, да, но в какой-то момент ты будешь с этим лидером, у тебя будет команда, не нужно думать, что ты всегда будешь в той позиции, в которой ты сейчас. И если у тебя уже есть эти мысли о том, как можно сделать лучше, если ты уже изучаешь этот вопрос, читаешь какую-то информацию, смотришь, как другие работают, тебе уже это naturally интересно, да, помни, что ты реально будешь этим лидером в какой-то момент, и тогда ты сможешь принести это изменение. Потому что иначе тогда мы как бы впадаем вот в это состояние, все дураки, а вот и вот ничего не сделать, и всё плохо, а я вот сижу, знаю всё это и ничего не делаю. Ну, тоже нужно быть достаточно смелым, чтобы встать и сказать, окей, на самом деле я уже что-то шарю в этой теме, и я могу дать какой-то совет. Если меня пока что не слышат, я знаю, что через, не знаю, 5-10 лет я буду в этом месте, где я смогу использовать эту информацию. А, кстати, расскажи, почему это плохо, когда человек слишком рано становится директором, или какую-то супервысокую должность имеет? Ну, мне кажется, есть два момента. Во-первых, твоя личная психологическая вот эта вот involvement, да, вовлечённость с этим тайтлом, потому что когда тебе уже дали директора, и вдруг следующая работа тебе не даёт директора, да, и ты не хочешь как бы идти назад, тебе кажется, что это шаг назад. И это будет такой момент позора, мне кажется, для тебя лично, если ты в итоге пойдёшь на работу, где от тебя будут ожидать очень чётких структурированных действий, а по факту у тебя нет никакого опыта. И здесь сразу провал в репутации, как и для той компании, в которой ты работал раньше, так и для тебя лично, потому что, значит, у тебя, ну, я не знаю, твоё эго будет просто задаблено, мне кажется, капитально. Это очень тяжело, да. И потом из этого будет сложно выбраться. То есть поэтому, наверное, я за то, чтобы расти постепенно, да, вот этот вот gradual growth, чтобы не было карьерного роста моментального. И, ну, в чём сложность? Сегодня же все хотят всё иметь быстро, или все хотят быть фаундерами. То есть здесь тоже важно всё-таки вот синхронизироваться с реальными, современными, но не позволять им себя закручивать вот эту воронку, когда ты очень хочешь добиться всего и сразу моментально. То есть я, например, сейчас абсолютно готова к тому, что мне потребуется несколько лет, чтобы дальше расти куда-то. То есть если я хочу в своей сфере расти, ну, не знаю, 4-5, наверное, лет ты должна закладывать, чтобы там стать кем-то реально, ну, крутым. Ну, да, strategic level просто, да, когда ты действительно принимаешь решения. У меня 100% это есть. Я хочу быть, принимать решения, да, хочу команду, но я понимаю, что у меня нет ещё опыта, чтобы меня даже слушали. И я согласна, что здесь мы сейчас не стараемся, наверное, как-то занизить свои способности. Я реально оцениваю свои знания, я знаю, в чём я хороша, в чём не очень, в чём я хороша, я стараюсь дальше этим заниматься, в том, в чём я не очень хороша, я стараюсь в два раза больше заниматься, чтобы ещё больше это прокачивать. Но при всём при этом ещё, мне кажется, важно заметить, что в разных регионах мира тоже по-разному всё устроено. Допустим, в Восточной Европе, в странах СНГ, люди часто, молодые люди часто становятся, имеют какие-то высокие позиции очень рано, потому что они раньше заканчивают школу, они раньше заканчивают университет, они раньше начинают работать. У нас в Европе это нормально, когда у тебя первая настоящая работа, это 26-27 лет, когда ты, после того, как ты сделал три или четыре бесплатных стажировки по полгода, после того, как ты закончил бакалавра, потом ты ещё где-то поработал официантом, потом ты закончил магистратуру. То есть это очень всё по-разному, и в чём сейчас сложность? Когда люди из разных миров встречаются, и они начинают разговаривать, они понимают, что у них абсолютно не совпадает, у них нету баланса, то есть, и ты начинаешь думать, а почему это мне там 30 лет, а я всего лишь какой-то там джуниор, знаешь, специалист, а он уже head of marketing department, например, да? Но фишка-то в том, что мы же все растём в разной среде, и часто, кстати, даже мне кажется, это нехорошо, когда другие люди очень активно формируют твоё мнение. Поэтому очень важно слушать себя, и вот то, к чему я всё время возвращаюсь, когда я сама с собой как-то разговариваю, что да, я вижу, что один мой друг сделал вот это, и у него там бомбанул бизнес, другой мой друг сделал вот это, и он там быстро вырос по карьерной лестнице, третий сделал вот это, и у него вот там ещё что-то получилось. Но я-то что хочу? Я хочу как этот, как первый, как второй, как третий, или я вообще хочу что-то кардинально другое? А если это другое, то что это? И всегда-всегда нужно задавать себе вот эти вопросы и спрашивать себя, а ты-то сам чего хочешь? Зачем ты сейчас делаешь то, что ты делаешь? К чему ты придёшь через год, через три года, если ты будешь продолжать это делать? Почему это важно для тебя сейчас? Как ты можешь это... Если ты сейчас нехорошо здесь чувствуешь, в этой точке, что ты можешь сделать потом, чтобы это изменить? Ну, то есть, вообще, мне кажется, жизнь — это сплошной диалог с самим собой, и ты просто вот из себя спрашиваешь, как, где ты хочешь быть, и что ты хочешь делать, и как себя чувствовать? Как себя чувствовать? Потому что даже тоже Гэри Ви иногда мне немножко так даёт, он говорит, вот, надо работать сейчас, забудь про выходные, забудь про сон, хотя сон так важен, господи боже мой. Оказывается, когда нам 80 лет, мы уже не входим в стадию глубокого сна практически вообще. А стадия глубокого сна — это та стадия, которая реально больше всего восстанавливает нас. То есть, по сути, то, что он говорит, плохо для здоровья, да? Вот, пигать, забей на всё, тогда через 20 лет всё будет нормально. Как бы, в финансовом плане или... В каком плане? Это вот мой вопрос. Что будет, как бы, нормально? Что будет круто? Где ты вообще ищешь информацию про карьеру, какие-то вещи, что сейчас актуально, что сейчас на рынке труда происходит? Что, как это? Ну, хороший вопрос. Вообще, я всегда какой-то вот этот Harvard Business Review читаю, там всегда есть какие-то статьи про лидершип, то есть менеджмент, потому что в любом случае любой начальник должен также быть как бы ментором, коучем simultaneously. и это часто то, чего мы не видим, и мне это очень тема интересна, потому что, как бы, реально, очень многие менеджеры просто забиты в своих задачах, и им нужно реально какие-то вот reach targets, и у них не хватает времени вкладывать вот это тепло, какие-то эмоции в building your team, типа, в становление команды. И поэтому мне эта тема очень интересна. Знаешь, Джо Роган, он делает подкаст, и он разговаривает с огромным количеством людей, и я часто слушаю, то есть у него есть разные люди, которые просто, не знаю, говорят о своем пути, и они что-то добились, может быть, или не обязательно что-то огромного добились, но всегда интересно как бы вот именно услышать эти разные перспективы. Потом, конечно же, мой любимый товарищ этот Гэри Ви, мне кажется, у него просто супер-классная тема о том, что нужно не смотреть по сторонам, и мне кажется, вот сегодня я с утра посмотрела это видео, где он говорил как раз таки о том, что кого ты пытаешься впечатлить, потому что когда ты пытаешься кого-то впечатлить, твое развитие не будет ну, идти совместно с твоими целями. В какой-то момент ты просыпаешься, понимаешь, что те люди, которых ты пытался впечатлить, им вообще на самом деле все равно, может быть, им было не все равно в какой-то маленький момент, но реально пока ты тратишь эту энергию на то, чтобы показать кому-то, что ты можешь, и часто это, знаешь, кто-то в семье, это какие-то, может быть, друзья от детства, с которыми уже давным-давно не общаешься, но почему-то вот это внутри все равно сидит, и ты пытаешься им что-то доказать, хотя это давно уже нерелевантно, и это такая глубокая мысль, мне кажется, и многие, мне кажется, ее реально забывают. Ну, опять-таки, это супер связано тоже с fear of missing out, то есть вот этим, вот как это... Страх что-то упустить. Страх что-то упустить, да, не должно его быть, потому что, когда ты действительно понимаешь, зачем ты что-то делаешь, ты действительно понимаешь, где, почему ты это делаешь, и тебе реально это доставляет удовольствие. Это тоже важный момент. Часто мы пытаемся что-то делать, думая, что нам это нужно, но на самом-то деле мы не наслаждаемся процессом, и очень важно наслаждаться процессом, потому что, как бы, иначе с чем смысл. Для меня это очень такая мысль, которая меняет вообще все мое поведение на работе, и помогает мне выбрать все разные проекты, с которыми я связана, потому что тогда я знаю, мне это действительно доставляет удовольствие. Очень часто меня ребята тоже спрашивают, что почитать, где найти какую-то информацию про развитие карьеры, про личностный рост, и я сама обычно просто гуглю вопрос, который меня интересует, и из этого уже нахожу топ каких-то статей, которые Google мне предлагает, и это самый простой способ найти классные источники информации, потому что я не люблю на самом деле быть привязана к какому-то одному сайту, потому что все равно лучше, когда у тебя есть несколько разных перспектив, и разных взглядов на один вопрос, и один портал не всегда дает тебе эти разные перспективы, поэтому очень круто, когда у вас есть время просто посидеть, поресерчить, поискать какой-то, ну, просто разные какие-то сайты, где есть информация, правда. Ну что, ребята, продолжение разговора вы можете послушать в нашем последнем эпизоде подкаста, если вам это интересно, внизу будет ссылка, и, да, спасибо, Марго, что приехала ко мне из Лондона, так что я надеюсь, что в следующий раз мы уже будем совместное видео записывать в Лондоне. Пожалуйста, уже в Лондоне, классно. Вот, ладно, все, остаемся на связи с вами в Инстаграме, и увидимся совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok